Всех приветствую! У себя на канале. Как всегда едем на объект. Последнее видео было, здесь я не доделал. Поднимать землю, уравнять участок. Сегодня немножко пораньше приехал, я что-то, как всегда, взял на дорогу с запасом, а сегодня воскресенье, утро. Ну, полдесятого. Договорились, так, к десяти где-то. Ну, на полчаса раньше еду. Ну, он мне сказал, ты, говорит, работу знаешь. Работу знаешь, говорит, сделаешь, там пока я, говорит, приеду в течение... Ну, работать будешь, он подъедет. В тот раз мы не успели это делать, потому что машины в землю перестали возить, что-то там, не знаю. И сейчас вот навозили. Посмотрим, сколько там навозили. Так-то участок не очень большой. Соток, наверное, так, 15, наверное. 10-15, плюс-минус-5, да, соток. Для нас это... Ну, я думаю, минималка. Так-то он на понедельник хотел, но понедельник у меня другая работа. Давай, говорю, все здесь сделаю. Да. Землю навозил. Еще какая земля. В прошлый раз нормальная была. Так, вот он, наш участок. Ага, блин. Колесо я, блин, замучился. Два раза делал колесо. Первый раз сам заклеил, оно по заплатке пропустило. Заплатки я покупал. В магазине все для шиномонтажа. А они у меня уже года два, наверное, в погрузчике. Лежали без дела. Что, думаю, возить на шиномонтажку? Снял покрышку, достал камеру, дырка небольшая. Боковой порез, но дырка небольшая на камере. Все, зачистил. Ну, все, как обычно, по фаншую. У меня шиномонтажка своя под рукой. Ну, я имею в виду, все для шиномонтажа у меня есть. И заклеил. А заплатка, видимо, уже клейкость потеряла, но все равно же проклеиваешь, клеем промазываешь и потом ее наклеиваешь. Ну, ну. Все накачал, проверил, все, водичка как положено, не пропускала ничего. Это я три дня назад делал. А потом мне брат звонит, у тебя, говорит, колесо спустило. Вчера снял, по заплатке проверил, сифонит. Не сильно, но... Ладно, взял, свозил, на шиномонтаж там не заклеили. 500 рублей, ребята, дырку заклеить. Йокс, тудей. Так. Ну, работы часа на два, на три. Я говорил уже в том видео в прошлом. Равнять вот самый низ забора, вот там идет по нижнему фундаменту. То есть фундамент идет вот так, тут под гору, потому что ей... Вот так фундамент под забором идет, ступеней. И по самой нижней ступени сюда выводим. Вот я не спросил единственное, что... Естественный уклон идет вот отсюда и туда, да? Вот так вот внизу немножко идет. Уклон оставлять или не надо? Что-то вот я не спросил. Ладно, начнем, наверное, с того края, да? Сначала с того края, как бы, немножко там вытянем. Там площадку уже более-менее... Ну, как бы я отсюда туда буду тащить, потому что здесь дофига куч, а там нету. Вот туда я немножко стащу. Как бы здесь площадочку себе уже более-менее сделаю. И начинаю основную массу уже гнать туда. В общем, как я говорил, глаза боятся, руки делают. А, полдесятого. Ну, 35 минут. Воскресенье сегодня хорошо, по дорогам спокойно. Воскресенье, как бы, утро все равно. Люди сейчас уже в отпусках, за городом. А в будни ездить, блин, это все равно по трассе сколько-то ехал. Тут километра два. На обочину обычно заезжаю, я пропускаю вереницу машин. Но тут смотришь, если обочина такая убитая, ты все равно по трассе едешь около 40 километров, если немножко под горку. 35 может до 40 разогнаться. И ты на этой скорости с асфальта на обочину не так-то просто уйти. Ну, я вижу, если большая вереница, я, конечно, притормаживаю, я съезжаю. Но дело в том, что тебя хрен потом кто запустит. Посмотрел массу машину, основную пропустил. Хочешь вроде зайти на асфальт-то, все равно там уже прыжки. Прыжки такие. Колеса рвать тоже вот. Многие водители этого не понимают. Некоторые сигналят еще. Типа у них какой-то приоритет, что ли? Мы тоже платим такие же налоги за дороги. Такие же участники движения. Есть такие, что идешь у тебя с левой стороны целый КамАЗ может проехать, блин, обогнать тебя. Нет, едет за тобой и в жопу упрется прямо. И не знаю, что от него ожидать. Уже моргнешь ему иногда, что вот свободно обгоняй. Да, Саша. Игорь, здорово. Привет, что ты пропустил звонок. Привет, ну я немножко пораньше на полчаса приехал. Сегодня воскресенье, я уж что-то это с запасом взял. Да, я на объекте уже сейчас. А, ну все тогда, все нормально. Запустили тебя, да? Да, только ему надо это. Единственное, что я забыл название улицы и номер-то участка, надо ему сказать. Я сейчас на фруссиках, сынок, или сам когда подъеду скажу ему? Да, охраннику на охране там номер участка и номер улицы. Погрузчик я там записал. Ладно. Все, сейчас я... Ну все, там вопросы есть, или что, видишь, просто разровнять надо здесь. Вопрос единственный. У тебя как бы естественный уклон идет от дороги туда-книзу, да? Ну, естественный уклон. Тебе уклончик оставлять или горизонталь тебе делать? Ну, ровную плоскость. Без уклонов. Горизонт или естественный уклон, да? Да, ну у тебя же как, все равно под горочку идет немножко туда. Горизонт, типа, не смогут сделать, наверное, потому что если горизонт сделать, то мы бы там выйдем. Если на уровень дороги смотреть, то та вот нижняя часть на полтора метра поднимается, потому что тетского забора. Ну, я не говорю, что был бильярдный стол, я хотел сделать, а просто некоторые говорят, чтобы уклон оставлять. А кто-то просит, чтобы им прямо вот надо плоско сделать. Я думаю, какие цифры уклоны должны быть, все равно. Я тоже так думаю, все правильно. Ну, все тогда. Вот так, просто обрати внимание, вот опять были дожди, да? Ага. И вода опять зашла, и там болото, не болото, видишь, справа, скорее. Да, вижу, вижу, вижу. Нам, в этот раз, я не знаю, я буду, что водить или нет, на в этот раз надо будет прям законопадик мой участок. Вот в конце, в конце, я приеду, мы там с тобой такую сделаем, не знаю, короче. Повыше? Ну, а так, все, вот, как раскатывать, так раскатывать. Ага, все, понял. Ладно, все, ага. все правильно естественный кончик лучше оставлять вода все равно должна уходить с участка у него вот с той стороны вся вода идет видите оттуда уклон идет у нас уклон идет оттуда сюда на меня и от дороги вот туда к низу то есть уклон у нас пойдет естественный отсюда туда и оставляю а вот там вдоль того участка сделайте он ну говорит приедем на сделать как бровку такую как барьер блин небольшой чтобы вода не заходила суда а то вода говорит сюда опять зашла хотя я вот подымал ему здесь в тот раз подымал мало видимо все равно заходит по асфальту текет все как он сделаешь ладно кофе врача до пили чай до пили приступаем врубаем первую пониженную и погнали всегда ребята я когда вот так толкнул я отказался на откатываюсь я сразу ложь не опускаю стрелу я смотрю чё под колесами и люди вот все видно арматура нету камни есть какие-то это ничего страшного не так страшно я ему немножко по-другому сделаю даже сейчас наверно сделаю суть дожди немножко у нас прошли не знаю когда ему новой дереве но ничего вроде земля более-менее сухая вот так вот я сейчас делаю вдоль соседского забора все равно где-то так подымется наверно но не знаю может даже четыре часа здесь проработаю сегодня пока не очень жарко но день обещают быть теплым утром я выезжал было 20 градусов не на погрузчике а на машине выезжал чтобы до погрузчика доехать то есть это было 8 лет всегда запасом выезжаю заранее погрузчику то есть бывают и колесо было раз пустит и еще что-нибудь аккумулятор сядет блин то есть запас должен быть всегда хотя бы полчаса вот поняли да мой замысел вот так сейчас я пройдусь хотя бы он до тех кирпичей какие-то плиты бетонные вот это плохо это мне не нравится а вот так вот делаем пока черновую разметку тут самосвала немножко колеи наделали их выводить очень можно они проваливаются и проваливаются этих это колея сейчас здесь это мы туда толкнем вон вижу какой-то бетонный блок лежит вот так на глаз делаю есть участки приезжала делал за свою практику рабочие с умным глазом вот такой участок они блин некоторые даже черновую не дают сделать они уже бегают меряют уже руками машут туда подсыпь там срежь я бы это черновая ребята дайте мне хоть раскидать потом я срежу все четко думаете легко мне под ваш уровень под ваш нивелир блин сразу выводить они думают я как на бульдозере сразу взял кучу ковш положил тем более сейчас бульдозеры такая техника блин или грейдеры там по компьютеру выставляют радиус блин уровень и все он идет у него ковш сам ловит заданный уровень держит а тут все руками и не на бульдозере ведь сразу ничего не сделаешь всегда черновая потом начнешь показывать вот смотрите я вот и то не дают до конца сделать не терпится бегают уже замеряют точки объясняю говорю я не первый раз ребята говорю сделаем по уровню все выведем я говорю все кучи не равняю никогда я тонн 50 говорю там ну в зависимости от участка я говорю все равно машинки две и оставлю земли чтобы где-то что-то поднять игру срезать буду земля будет все равно так что говорю не бойтесь размер не убьем я говорю могу больше оставить потом говорю срежем могу меньше оставить подсыпаем я на глаз не могу понять где там по уровню делать вы чумным глазом а я на глаз на свой и пальцем показывают сюда поцеп туда там срежь и огурнение надо пойдемте говорю вот где у вас занижена где завышена все я смотрю там поднять 10 сантиметров там все вот полная свобода действий сейчас главное кучи более-менее распланировать растолкать пускай некрасиво но без приглаживания сильно без утрамбования просто примерно примерно уже я стараюсь держать уровень я отсюда вижу видите попала глыба бетонная наверно вот как ее размазывать под самую низ ее надо где вот такую землю берут я не знаю где-то что-то ломают и возят вот видите бетонные блоки здоровые какие-то здоровые надо бы куда уж их бывает что и сейчас кину я его вниз может еще и высовываться будет потом выковыриваю его стараюсь самый низ его похоронить самое плохое что когда у тебя уже более-менее уровень остался ну распланировал и вот эти блоки в последних кучах появляются ты его уже никуда не денешь блин бетонные камни блин видно на камеру не видно кусок асфальта старого плашмя такой я его положу и вот бетонная херня ладно в начале и он тот блок тоже прямо по курсу мне не нравится как он там лежит надо его будет толкать книзу дальше а то он так и будет у меня здесь кувыркаться тут высота может как раз такая и будет с высотой этого камушка не знаю я понятно объясняю непонятно стараюсь здесь подниматься будет сантиметров на 40 наверно и вот этот блок он будет торчать а то его отсюда кантовать все здоровые камни высокие он нифига не поддался попробуем утопить как раз к прошу прощения слюной подавился блин что-то я с собой даже не позавтракать ничего не взял надо было хоть бутерброд какой-то взять можно позвонить конечно александру по дороге чтоб купил пару пирожков каких нибудь но пока вроде большого голода не чувствую там он глина впереди там не должно быть камней это земля видимо верхний слой где-то чё-то долбили ковыряли ладно хоть правильно хорошо что он здесь в конце а потом видим это когда ковыряют бетон до чуда а потом видимо копать начали котлован может потом пошла глина дальше я думаю камни то не будет уже больших хотя он вижу есть маленько вот так и работаем вот чего я и боялся ребята вот там вот идет дальше прохожу сыра внизу вообще и земля пошла влажная сырая то есть уже отсюда беру стараюсь колеи получаются проваливаюсь в жижу кидаешь кидаешь она опять раза два проедешь превращается в жижу сюда накидал сколько уже и блоки даже какие-то стараюсь вложить но они выдавливаются выходят наружу блин сухую конечно я сейчас по возможности кидаю сырой участок получается вообще блин видимо воды сюда немало на тепло сверху земля более-менее сухая а ковша 23 возьмешь все пошло я тут более-менее планировку делал прошлый раз блин самосвал она выдавливали все равно видимо ну скорее всего они по сухому еще ездили а тут дожди прошли еще лужи стоят вот так вот подсыпаю себе уже под ноги скажем так более-менее сухую и двигаюсь вперед как ледокол вот это я сухую кидаю что будет дальше они же там еще хуже наверное блин вот видите какие вроде правая сторона более-менее идет левая проваливаются или наоборот или вообще весь сегодня просто черновую придется делать как потом подсохнет надо будет уже чистовую выходить по суровому сейчас ни хрена толком ничего не сделаешь блин даже если я черному раскидаю начну ездить приклаживать я просто одну колею заделась другая будет появляться и вот и ничего хорошего не получится ну вот две кучи я оставлю сухие а потом попробую конечно я у меня главное сейчас все это растолкать видите я вяжу я просто вяжу вот даже брать начинаешь вошел в землю ковшом начинаешь захватывать и передок вниз прямо уходит просаживаться мягкая мягкая царая земля блин не держит нас сырая земля сейчас просто буду стараться пробиваться там где сухо а то провозишься тут и результат они бурят и колеиных херачишь проваливают сырой участок плюс сырая земля навозили сырую влажную плюс дожди прошли что вы хотели погрузчику тяжело очень неприятно очень неприятно паршивенько мало того что земля сырая она еще вся в проволоке всякой ну вот я говорю где-то что-то долбили вот это черный земля песок перемешку это верхний слой откуда-то копали какое-то строение что-то где-то было может фундамент ломали где-то потом видимо начали уже копать глубже пошла глина и он но сырая я хожу у меня ноги в галушах проваливаются здесь немного повыше я посмотрел тут немного яма здесь более-менее укатана думаю что буду врезаться по возможности где колеи на себя оттаскивать и вперед-вперед тихонько-тихонько по-другому уже никак ну чё должна бояться руки делают сейчас более-менее пробился здесь я уже езжу по обсыпанному стараюсь трамбовать конечно видите за собой я только успеваю заглаживать вот здесь это я для новичков конечно говорю для молодых вот берем кучу я иду по трамбованному уже здесь не надо полный газ давать ребята полный газ даешь уже зарываешься на средних оборотах вот так вот перелопачиваем и погрузчик держится это именно вот на такой почве такой сырой грунт влажный и мягкий на средних оборотах буксовать не надо вот тихонечко поднимаю и туда и тихонечко я укатываю уже твердо стает более-менее потом слой побольше можно снимать также на средних газовать не надо спокойно он идет тут торопиться не надо вот я тут даже стараюсь уже уровень я смотрю он справа по фундаменту забора и примерно вот такой уровень будет чуть ниже все поднимаем одновременно двигаюсь и чуть-чуть поднимаю сколько можно сюда закидать будет этих всякие глыбы ага в уган погрузчик начинает жопу уходить начинает сразу и все что я сзади накатал опять в колеи превратился короче очень нежно нежно ласково эта техника портали погрузчик очень нежное существо это он с виду большой и грозный а на самом деле он любит нежность как женщина нежная капризная техника и любит внимание внимание и уход но откуда здесь сколько глыб далеко не едем чтобы на них не заехать все что я говорю это я не учу и не говорю что делать нужно именно так просто кому это пригодится берите на вооружение кто хочет по-другому делайте по-другому я просто советую особенно молодым так же я чувствую что если погрузчик у меня не проваливается то можно где-то газку дать нагрузочку а если он идет зачем газовать вот же он идет нормально одновременно поднимаю стрелу и высыпаю и одновременно же двигаюсь и получается равномерно отсыпается вперед а еще что-то попало стол прыгает значит что-то под ним есть регулирую высоту уровень стол проваливается поднимаю его все здесь можно разглаживать да что такое это вот плоские асфальтные фиговины встает ребром и поднимает ковш весь процесс я не показываю потому что есть которые меня смотрят не специалисты они просто не поймут туда-сюда катание это кто работает на технике на спецтехнике более-менее понятно а кому просто интересно смотреть этот процесс долгий и нудный то есть я немножко отрывками с улицы ребята я не ставлю камеру потому что надо бегать прыгать скакать и плюс у меня батарея батарея слабенькая последняя осталась на камере я ее периодически выключаю погрузчики на подзарядку тоже не всегда ставлю потому что у меня телефон заряжается а на улице поставил она я даже не знаю то есть есть функция типа вай-фая как-то можно с телефона ее наблюдать но это все муторно то есть я поставлю сейчас на улице я не знаю снимает она не снимает тоже камера уже не новая поэтому как могу так снимаю зимой на холоде и она вообще сдыхает за 5 минут так далеко не тащим и на себя за собой очень круто ковш делаю потому что где-то колеи и вот а их сейчас примерно так завниваю тяну потому что земля есть сейчас под ковшом я ее тяну что там есть все вытягиваю вон видите колеи а это было ровно было ровно более-менее а пока вот елозил туда-сюда они опять все выныривают прям вот эти булыжники надо отсюда как-то бы забрать по возможности вот сейчас я дорогу себе здесь более-менее сделал я их повезу туда вот здесь меня держит самое низкое место это выровнять вот сейчас сюда мы все булыжники постараемся все что не раскатывается не планируется мы сюда вот такая и должна быть площадка по всей территории вот как передо мной сейчас ровненькая и твердая ветки деревьев толстые тоже не люблю чтобы они торчали я уже говорил что под погрузчиком много места куда она может залезти а там шлангеры воды все это может порвать как мне сейчас это забрать поддон поддон коробки долбануть вот такие мусорные объекты были эти кучи вообще очень напрягает вот поэтому я наверное да не только поэтому ураган поставлю все-таки решился во-первых китайская резина которая сейчас перед эта волна до чё да они сейчас стоят под 40 то есть они не стоят своих денег а хватает пару сезонов внутри вот я два сезона откатал 3 наверно третий сезон ее рвет она очень слабая резина и протектора очень херовая особенно зимой летом и еще ничего вот на таких объектах едешь и поиски блин капа где-то на какой-то гвоздик не наехать единственное преимущество что она такая в ремонте мобильная быстро скинул починил но больше преимущества и не было пока она стоила 28-30 еще можно брать сейчас ни о чем это и для нее и без она столько не стоит тем более берешь ты вот эту резину я поставил который сейчас стоит чисто нового погрузчика то есть резина чисто заводская а то что уже со складом берешь там или где-то хреново там вообще хрень полная это заводская она понадежнее так что ураган ставить но аккуратно будем работать не насиловать то есть резина все-таки тяжелая я про ураган имею ввиду тяжело она для этого погрузчика тяжело вот эту часть участка я уже стараюсь под уровень делать самая сухая часть все равно земли еще надо будет сюда то что я сейчас все разровняю это останется под низом а за чистовую надо будет нормально земле как обычно я всегда клиентов говорю вот я вам выровнял вот там видите вот там видите сколько надо еще в углу поднимать сантиметров 20-30 надо еще поднимать это уже земля пойдет на чистовую туда я пока ничего не пихаю больше более-менее уровень поймала сейчас и сейчас я эту грязную землю выравниваю вот тут еще сантиметров 20 надо поднимать будет но нормальной чистой землей ну хрен с ним там ветки там деревья какие-то это ну да но без камней сюда я стараюсь уже такую ближе к соседям чистую землю смотри смотрите блин коряга какая вылезла смотрите блин коряга какая вылезла вот это часть участка сделать начальный нормальный уровень ну финишный у меня же тут еще надо ползать спрашивали как на уклоне ровно делать у меня видео есть я говорю смотрите планировки рассказывать объяснять как уклоны выравнивать с одним концом ковша сначала делаешь горизонтальную плоскость ты одним ковшом одной стороной больше зацепляешь другой меньше вот и идешь тихонько подковыриваешь подковыриваешь там где больше цепляется и получается поверхность уже под передними колесами хотя бы горизонт создать ровный старайтесь у вас все пойдет потому что погрузчик если стоит по уклону боковым уклоном стоит он немножко боком и ты вот так вот идешь то ты естественно точно так же ты и срежешь условно останется ну ладно у меня ребята чтобы все видео показать камеры не хватит батареи я пока вырубаюсь короче как я и думал остатки эти кучи они до них добраться не зря было в начале и это только уже под конец чего я и боялся что выйдут вылезут блоки в принципе я все выровнял черновая тут я тону везде я повыше поднял пригладил более-менее уже не залажу чтоб чуть-чуть подсохло хотя бы и это можно будет срезать или срезать нетрудно подсыпать еще легче то есть середина немножко просевшая сюда тоже земля пойдет и вот тут еще кучи это вообще мусор буквальный как со свалки ладно я вот там угол оставил яма в углу метров так 5 на 5 он угол там и шириной метр там где-то от забора но близко к забору тоже нельзя я постараюсь вот это вот эти надолбы блин крупные постараюсь но не знаю не факт что все войдет ну все на этом у меня батарея села полностью все я заканчиваю пишите лайкуйте всем пока